Раннее утро врачи собираются на работу. Им скоро заступать на смену. Гостиничный номер – временный дом, где после сложной смены можно набраться сил и снова в бой. Врач Лолита с символичной фамилией «Здоровая» работает в красной зоне клинической больницы номер 4. Не скрывает, работа напряженная, пациентов очень много, в том числе и тяжелых. И очень много молодых, кто в тяжелой форме переносит, очень долго лечится и с большим процентом поражения. Лолита, как и многие ее коллеги, изолировалась от родных добровольно. Правда, иногда с близкими видятся. Это безопасно, так как медики раз в неделю сдают тесты на ковид. Вижу действительно очень редко. Первое время, ну то есть уже же это длится все с апреля месяца, с конца апреля, было тяжело. Естественно, ко всему привыкаешь сейчас. Постоянно на телефоне. Для врачей в гостинице организовано двухразовое питание. Им предоставляют все необходимые санитарно-гигиенические принадлежности. А на смену и со смены доставляют спецтранспортом. Савелий Крутиков, врач-реаниматолог, предпочитает добираться до работы на личном автомобиле. В этот раз с ним прокатилась и наша съемочная группа. По дороге Савелий поделился, что до эпидемии он работал на скорой помощи. После стал врачом-реаниматологом. Его детская мечта сбылась. Врач из красной зоны опроверг стереотип, что реаниматологи – циники. Это не так, говорит он. Они, как и все, переживают. Но надо абстрагироваться. Иначе можно сойти с ума. А вот средства индивидуальной защиты, они вам как-то усложнили работу? Просто если вот смотреть фотографии и видео, там очки снимаешь, следы вот эти вот на лице, жарко говорят. Я вам так скажу. Идя в бой, лучше одеть бронежилет. Пускай мне будет в нем сложно, пускай мне будет в нем тяжело дышать, но я буду работать в СИЗИ. Потому что я не хочу, как вы, и вот пациенты лежать. Савелий – один из 42 врачей, которым уже ввели вакцину от ковид-19. Сам он признается, что самочувствие не изменилось. Только теперь он чувствует себя бессмертным. Вы на работе? Ну, конечно, я хочу жить. 35 и 6. Да, мы что, остыло. Да, приятно. В больнице есть только одна чистая зона. Медики называют ее «зеленой». Там они надевают защитный комплект. Процесс занимает примерно 15 минут. После врачи заступают на смену в красной зоне. Она начинается с первого этажа и уходит вверх по лестнице до последнего, распространяясь на все блоки больницы. Количество пациентов, которые поступают, к сожалению, сегодня превосходит количество пациентов, которые мы можем выписать по состоянию здоровья, по результатам анализов. И мы, конечно, были готовы. У нас были зарезервированные койки дополнительные. Мы думали, что это будут резервные койки, но, к сожалению, сегодня практически полная загрузка стационара на 400 койках, 417 пациентов. Врачи стараются помочь, но в свою очередь просят о помощи сами. Всего-навсего соблюдать общие рекомендации. Мыть руки, чаще обрабатывать антисептиком, стараться не трогать лицо, соблюдать дистанцию. Волшебным образом пандемия не закончится. Все зависит от общих усилий. Алина Черненко, Иван Яворский, Игорь Полтов. Новости на Восьмом.